Несколько минут назад в Париже триумфом Марии Шараповой завершился открытый чемпионат Франции по теннису. В финале этого престижнейшего турнира россиянка в двух сетах одолела Сару Эрани из Италии, прибавив титул чемпионки Ролан Гарос к статусу первой ракетки мира, которую Шарапова вернула себе двумя днями ранее. На месте событий за игрой следил Вадим Глузкер, он сейчас в прямом эфире. Вадим, как впечатление? Это была потрясающая игра, полтора часа на корте. Счет говорит сам за себя 6-3, 6-2 по сетам. И надо сказать, что Мария Шарапова действительно была на голову выше своей соперницы, причем в прямом смысле слова. Россаре Эрани метр 64, Марии Шараповой метр 88. При этом итальянка не самая легкая соперница, она блестяще играет на грунте и до пути в финал. Она выбила предыдущих победительниц Ролан Гароса и Светлану Кузнецову, и Анну Ивановичу из Сербии. Но Мария сегодня действительно играла феноменально, она заставляла свою соперницу бесконечно двигаться по корту, блестяще подавала, поэтому это совершенно заслуженная и объективная победа. Что следует сказать еще, что помимо того, что Мария действительно сегодня уже вышла на корт в статусе первой ракетки мира, она вот выиграла сейчас Ролан Гарос и стала шестой теннисисткой в истории, шестой теннисисткой в истории, которой удалось выиграть все четыре турнира Большого Шлема. Этот титул, эти турниры проводятся с 68-го года, и до этого это была такая великолепная пятерка. Мартина Навратилова, Штефи Граф, Сирена Уильямс, теперь вот Мария Шарапова. И последнее, о чем, наверное, следует сказать. Сегодня только говорят о том, что женскому мировому теннису необходим новый лидер. Мария уже была первой ракеткой мира. Но последние годы те, кто занимали высшие ступеньки почета, пьедестала почета, их мы даже практически не знаем, они сменяли друг друга, эти спортсменки, эти теннисистки. И действительно, Мария два раза была уже первой ракеткой мира. После этого были травмы, операция на плече. И она вернулась и снова стала первой ракеткой мира. Это действительно уникальное спортивное достижение. И многие сегодня говорили о том, что вот именно такая теннисистка, такая спортсменка, может быть, сейчас просто необходима большому теннису. 25 лет Марии, будем желать, и главное, конечно, на Олимпийских играх в Лондоне. Андрей. Да, спасибо, Вадим. Вадим Глузкир из Парижа. Россиянка Мария Шарапова только что выиграла открытый чемпион Франции по теннису. Россиянка Мария Шарапова. Россиянка Мария Шарапова. Россиянка Мария Шарапова. Россиянка Мария Шарапова. Продолжение следует...